Субтитры делал DimaTorzok Давай по порядку Начнём сначала Гражданин Королёв Я не придуриваюсь, а веду расследование Зачётку у тебя из рюкзака похитили Это ясно Мотив очевиден Чтобы тебя подставить Осталось выяснить Возможность и способ Чего? Куда ты пошёл сразу после экзамена? Да никуда я не ходил Так, в кафе перекусил О! Вот там-то у тебя за тётку и стырили Это исключено, я бы заметил Тебя ввели вокруг пальца Это как? А существует масса способов Например, операция Ниндзя Ты сидишь себе такой Ничего не подозреваешь Вдруг откуда ни возьмись появляется Прекрасная незнакомка И начинает танцевать перед тобой Танец живота Ты варежку естественно раздявил А тут аккуратно сзади подкрадывается ниндзя И тырит у тебя за тётку А деваха продолжает выписывать Ты заболел? А что, у тебя есть более правдоподобный вариант? Угу Пришельцы Очень смешно Да, головоломка Мог, конечно, Антон похитить Когда приходил сюда за деньгами Что? Антон приходил? Что ж ты молчишь? Шелухом с хренов? Знаете что? Вопросы здесь задаю я Так всё ясно Значит, Антон был здесь Похитил зачётку Потом у Гусева поставил оценку А потом у философа вернул обратно О, вот именно это я и хотел сказать Всё Ещё один экзамен спихнул Так что гуляем, господа То есть я гуляю здесь А вы гуляете Отсюда По-моему, я заслужил два часа личной жизни А как вы считаете? Тоже мне Мачо Если такой крутой перец Взял бы И ради общего дела Закадрил Татьяну Выяснил бы, что у неё там С философом ночью было Тайку Да я скорее вот этот шарф Старж Всё Гуляем Время пошло Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай Вот так вот Макс, тебе там телеграмма пришла На столе лежит Телеграмма Не денежный перевод Всё, иди На виражах и течениях Кружит моё поколение Кружится и отрывается Сердце моё улыбается Сердце распахнут от облаков Это любовь Так никогда или сейчас Отпусти меня И в долгий путь и в добрый час Ты отпусти меня Ты отпусти меня Ты отпусти меня Так никогда или сейчас Ника, подожди, надо поговорить Да не о чем нам с тобой говорить Так как ты, понимаешь, эта оценка за маркетинг липа А если ты думаешь, что это из именной стипендии Я откажусь от неё Честное слово Отойди Подожди Я знаю, как всё получилось Я тоже знаю, ты всех предал Да нет же Понимаешь Зачётку выкрали Конечно Конечно, тебя отвлекали танцем Живота А сзади подкрался Ниндзя И выкрал зачётку Ты знаешь, подожди Почему тут Ниндзя Зачётку Выкрал Антон Ах, Антон Ну, конечно Вот только я не думала, что ты способна опуститься До такой низкой лжи Отойди, меня ждут Молодой человек Не подскажете, как пройти в деканат Голубчик Игорь Александрович Прошу вас изложить Как всё было Ну, я же уже всё рассказал, что ничего не было Нет, ну, было, конечно Но не то, чтобы вот то А было, было, было Приятно поговорить с человеком, умеющим ясно излагать свои мысли Сразу видно, что философ Игорь Александрович, почему я должен рассказывать всё незнакомому человеку? Кто это такой? Это адвокат Он действует от имени очень состоятельного человека Ради ваших же интересов Нет, если мне нужен был бы адвокат Я бы его сам нанял Ну да, конечно Только вряд ли у вас найдётся столько денег, чтобы нанять такого адвоката, как я Извините, вам помочь? Нет Нет, не надо Не надо Извините Помогите лучше ему Ну да, Игорь Александрович Положение, конечно, у вас скверное Но есть шанс Есть шанс Конечно, если при условии вы будете со мной сотрудничать А что я должен делать? Ну, для начала Раска... Расскажите про ту ночь И зачем вы вообще приехали в институт? Дело в том, что Гусев позвонил мне и сказал, что дверь в мою комнату не заперта И потребовал, чтобы я приехал и закрыл её Кто-нибудь видел, когда вы приехали? Татьяна Меня интересуют свидетели, а не потерпевшие Я имею в виду заинтересованная сторона Какие свидетели? В новогоднюю ночь Никаких свидетелей не было Хотя нет Были там два мужичка, сидели на скамейке, Новый год отмечали Но это не свидетели А вот это уже кое-что Вот это уже кое-что Ну да ладно Бог даст Все уладится Здравствуйте Я к вам Кажется, нас услышали Я только за учебником Ты куда? Хочу с Женей поговорить Я не верю в то, что он нас предал Успокойся, никого он не предавал Могу сказать точно Его подставили Кто? А вот этого сказать не могу Тайны следствия Ты знаешь, ты пока его не трогай Потому что у него депрессия Ну, сама понимаешь, от него все отвернулись Кто это все? А то ты не понимаешь Ну да, ну да Слушай, может быть ты сам с ней поговоришь Извини, старушка Не могу Перестань же по математике Пойду готовиться Ну, это Попробуй И вообще Ты кому хочешь пыли в глаза пустить? Мне? Гостям? Или может быть папе моему? Ну, так принято Антон, свадьба для нас, а не для Нида Ну, так кого все-таки звать? Кого хочешь видеть, того и зови И, пожалуйста, давай на будущее договоримся Никаких вот так принято, ладно? А хочешь, мы закажем это кафе? А по-моему, здорово Шампанское, бутерброды, музыка Ну, отлично Я же не спорю Тогда Тогда мы платье твое Нетушки Платье мое не трожь, это для нас Ну, да Платье это Святое, ладно Я пойду Привет Джорджику Можно? Спасибо Ник Ник Мне нужно с тобой поговорить Это насчет Жени Насчет Жени? Да Понимаешь Ему сейчас тяжело Очень тяжело Мне нелегко говорить об этом С тобой Но Жене нужна сейчас поддержка Очень От людей, которым он не безразличен Ты меня понимаешь? Я тебя понимаю У Жени очень хорошие друзья Родоваться, старичок Три, две, одна Все, свидание окончено Все, два часа прошло До свидания Всего доброго Я уже заколебался эту математику По Камасутре учить Макс, а это кто? Это? Это Юлечка А как же та? А та? Тра-та-та А, понятно Развели здесь бардак Совесть у вас есть? Макс, ты телеграм-то читал? А что там? Буду шестого в Москве Папа, ты чека Папа, папа А сегодня какое? Шестое Блин, только это сегодня Ой, Макс, что ты делаешь? Все, Юлечка, ты чека Ты знаешь, что мой папа Ой Все, Юлечка, все Ну ладно, пока Папа Так Вот значит, где ты живешь, Тихон Да, здесь Ну что вы бардак развели? Совести у вас нет Ты прости их, пап Кстати, познакомься Владимир и Евгений Здрасте Здравствуйте Отец Федор В миру Прокоп Серафимович А с вами Мы, кажется, сегодня уже встречались Сын мой А что, это тоже ваш сын? А это Юля Невеста Женя Ну что вы Ну что вы как неродные Обнимитесь Поцелуйтесь Здравствуйте, а Женя здесь? Ау Что ты делаешь-то? Вероника А, вернулись А невеста ваша ушла Да вы присаживайтесь Я вот тут привез, как говорится Что Бог послал Так Та-ра-та-ра Оп 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 Да погодите вы А А помолиться? Женька, ну кто же знал, что папа как снег на голову? Ну Еще ника Все это в сборе Папа по делам сюда приехал По поводу этой епархии А ты строишь из себя благочестивого сына А что мне делать, а? Что мне делать? Если папа увидит, как я живу Все, конец Женя Ладно, ладно Проехали Это мои дела Кстати О делах Я сегодня остановился по общаге Встретил адвоката Ну мы с ним поболтали о том, о сем Короче Короче Ему нужна помощь Есть свидетели, которые видели, как Артемьев заходил в новогоднюю ночь в институт Так Два мужика сидели, квасили на скамейке Ну Хорошо бы их найти И как ты нам предлагаешь их искать? Сразу же можно исключить преподавателей института, женщин и детей Круг сужается Ну и к тому же можно спросить у Антона Да при чем здесь Антон? Да как при чем? Он же был в тот момент в комнате философа Что? И ты молчал? Здрасте, я же рассказывал Стоп! Антон, получается, был в комнате как раз в тот момент, когда Татьяна и Артемьев якобы... Блин, он же свидетель! Надо с ним поговорить срочно Нет, Антон с тобой разговаривать не будет Хотя, если по-мужски Операция Ниндзя Ты знаешь, мне кажется, он перегибает Хотя, мне близок ход его мысли Мне тоже Пойдем, пойдем? Все Давай Поговорить надо Интересно, а что? О том, что было в Новый год Зачем? Ты же мне деньги за костюм уже вернул А, я понял Ты мне хочешь моральный ущерб возместить Давай, я готов Нет? Ну, смотри Ты был заперт в комнате Артемьева Как раз, когда там якобы произошло изнасилование Ничего не хочешь нам рассказать? Да пошли вы Так, мы ждем Так, было там что-то или нет? Вы действительно думаете, что я буду с вами разговаривать? Хорошо, хорошо, да Ну, если вам так интересно Да, я там был и все видел Артемьев изнасиловал Савельева Так, 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 понятно Значит, ты все видел И не вмешался Не помог несчастной девушке Надо рассказать некий какой-то трус Эээ, я не трус Конечно, не трус Он не вмешался, потому что у них все произошло по воюдному согласию Хорошо бы об этом, обо всем рассказать следователю Да Да пошли вы Ладно Сдадим его адвокату, тот его дожмет Да, незавидная у парня альтернатива Он либо трус, либо воюгерист Что? Это тот, кто смотрит Так, займемся свидетелями Пошли к той скамейке Ребята Ты что, здесь не можешь посидеть? Собирать улики, Батсон Макс, ты с нами? Извини, брат Ну, как хочешь Здравствуйте Сейчас вам будут предъявлены некоторые вещественные доказательства Найденные нами Скажите, пожалуйста, есть у вас вот такие стаканчики? Такие везде продаются И вот такая водка И это в любой забегаловке Ага Ситуация усложняется Пацаны, кончай базар, а? Трубы горят Клавочка, нам как обычно Мы еще с вами не закончили, Клавочка Знаете, я хотел бы уточнить Да подожди ты Женька, слушай Я гений Это же наши свидетели Кто? Да, только вряд ли они что-то помнят Все, глянь, это же Гитлер Помнят 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 Мужики Хотите выпить В культурной обстановке? Мы вам можем даже третьего организовать Зря так променят Я же никогда не путаю У меня же это Это Фото Фотографическое память Понимаешь? И вот когда это Гитлер Господа, я все понял И про Гитлера И про Карлосона Скажите Вы Видели вот этого человека? Ну и рожа Мы такого не видели Нет А вот этого? А вот этого видели Он с улицы юности С проходной заходил тогда Мы по пятой тогда наливать По пятой А вот ее? Ее видели Мы тогда по четвертой По четвертой По четвертой Значит, она пришла раньше Него Туха Ты же тогда сказал Такая краля И вся побитая Стоп Значит, когда она пришла Ссадина у нее уже была? Да, была Так это же замечательно За это стоит официант Извините Привет Ты че? Нет, что ли? А Женьки нет Ой Да ты не переживай Ему теперь страдать некогда Мы тут с делом Артемьева Как белки в колесе крутимся Да, может быть, я могу чем-то помочь? Вот если бы Савельеву как-то раскрутить там Ну вот как к ней подобраться Через подружку по комнате Слушай, а ты, кстати, не знаешь Кто у нее соседка по комнате? Да я Ты? Да Сашка, слушай задание Так, ты должна вызвать Савельеву на задушевный разговор И выведать, что у них там было на самом деле с философом Ага, станет она со мной говорить Александра Александра у нас и не такие говорили Так Вот тебе Сыворотка правды Дамский вариант И Диктофон Я на него лекции записываю Детектор лжи Будешь вот сюда, смотри Выпейте все И всю информацию запишешь вот сюда А? Как тебе мой план? По-моему Это нечестно И потом я не пью Так Ты хочешь помочь Женьке или нет? Таким способом Нет Тань Это Давай с тобой поговорим, а? Ну как это? Побавья А? Вот Ой, нет Вот Ой Вот Давай выпьем Ну я же говорю Я ушел до прихода Артемия До Поэтому я ничего не видел До, до Понятно, понятно А Квакуша значит вас запер Да? Эта скотина мне еще за все ответит Правильно, правильно Только как же вы вышли Ай Если комната была заперта Ну как Артемьев открыл Я вышел А Очень хорошо Очень хорошо Только как же он открыл Если он как раз приехал для того, чтобы Закрыть комнату Что? Закрыть А Это не Артемьев открыл А Савельев Татьяна Татьяна Да Понятно То есть Татьяну вы видели? Да Видел У нее была ссадина? Нет У нее на лбу ничего не было Не было А откуда вы знаете, что на лбу? Я же Я же потом вернулся Ну чтобы отдать Тите Штаны Карлсона Ага И что? Ну и Я видел, как она вырвалась из рук насильника И убежала Вот тогда Я и заметил у нее на лбу ссадину Все? Ну вот теперь все понятно Спасибо за сотрудничество Простите Не подскажете, где мне найти Гусева? Какой еще адвокат? Кто его послал? Да не знаю я А зачем ты с ним говорил? Ну Почему мне поговорить? Да Говорить будешь в суде Или со следователем Чего он тут вообще разнюхивает? А ты больше ему вообще ни слова Да я-то что? Он вас разыскивает теперь Меня? А Это интересно Он меня ищет Он меня найдет Где он? Насколько я понимаю Он спелся с Королевым С его корешами А А почему ты без рясы? У тебя выходной? Не сбивай Ты лучше Скажи, почему у тебя оценки такие? А? Маркетинг Удобу Несовестно? Маркетинг? Это же торговля Но это же Низкое ремесло Еще в библейские времена Торговцы были изгнаны из города Ибо были дворечники Прости господи Так что Давай без демагогии Хорошо Понимаешь Педагог по маркетингу Гусев Он Ну как бы тебе объяснить Он Ирод что ли? Опять? Ну все Хватит Я сам поговорю с этим Как говоришь его зовут? Ирод Гусев Гусев Павел Ильич Здравствуйте Павел Ильич А, так вы Гусев Замечательно Здравствуйте Я как раз хотел вас разыскать А я как раз разыскиваю того Кто меня разыскивает Понятно Значит водка ходит здесь Вынюхивает все Воду мутит Простите Я не совсем понимаю Я объясню Я не знаю Чьи интересы вы тут представляете Но учтите У меня связи на самом верху Да? Да У меня тоже Ни на какие вопросы Я отвечать не буду Если вы попадетесь еще раз На моем пути Молитесь Ну это я и без вашей Заблудшая овечка Ирод Прости господи Хорошо сиди Хорошо сиди Знаешь Тебе надо выиграться Надо Ты говори Говори Вот я записываю Тихо Тихо Сейчас Извините пожалуйста Я слышу Так вот Это да Что с вами с этим С Артемьевым Ты знаешь Вот хотя Вот у вас У вас хоть что-то было А у нас У меня У меня есть одна знакомая Ну ты меня знаешь Есть парень Ты его Не знаешь Вот Женька Хороший такой парень Да Здравствуйте Вы Гусев Да Что вам угодно У меня к вам небольшой разговор Если позволите Извините Плевакин Андрей Андреевич Адвокат Как адвокат У нас что два адвоката Где Извините Я не совсем понимаю Мне хотелось бы задать вам Несколько вопросов Относительно дела Артемьева Я говорил Что ни на какие вопросы Я отвечать не буду Говорили кому Вам Адвокату А скажите У вас с утра бороды не было Вы знаете Давайте мы успокоимся И просто поговорим Вот мой подзащитный утверждает Что Приехал в ту ночь После вашего звонка Я никому не звонил Ага Значит на телефонной станции Ошиблись Где тут у меня было Сейчас секундочку А нет Как же я звонил Я в коридоре встретил Савельеву И она сообщила Что дверь В его комнате открыта Савельеву Очень хорошо Очень хорошо А когда вы ее увидели У нее уже была Ссадина на лбу Нет Не было никакой ссадины Ага Ссадина появилась После того Как над ней надругался Ваш подзащитный Да Очень хорошо Очень хорошо Только вы знаете У меня есть Два свидетеля Которые утверждают Что ссадина была До Где-то тут у меня Да не было никакой ссадины Я могу на суде подтвердить Что никакой ссадины Не было Но до суда-то еще Может быть Дело и не дойдет Ну что вы Как это не дойдет Почему это не дойдет Да что вы там Все время ищите Вот нашел Я сегодня с утра Позавтракать Забыл Бутерброд Будете? Как бы мне Рябиня Женька К дубу Перебраться Я б тогда Не стала Так бы Набиваться Еще Падаю Ой нет Ой нет Ой Подожди Мне хватит Это Сейчас Надо Проветриться О Евгений А это Мы как раз По тебе Что? Пили Саша Ты что выпил Саша Я не пью Ты что Мы просто Поговорили У меня секретное Задание Женя Евгений Вам помочь Нет нет Я сам Справлюсь Так Муха Давай Заберемся В ручки И пойдем С тобой Баеньки Ой Так Так вот Идем Баешки Боря моя Ну-ка Тоже мне нашли место Голубки Пошли домой Что случилось? И ты Иди домой Домой Я Я сама Не на минуту Нельзя оставить одну Глаз да глаз Да А знаете Все-таки приятно Встретить здесь Столь разумную И добрую девушку Спасибо Вы тоже Ничего Что за записи А так Один ремикс Слушай А что-то Сашка так нарезалась А я откуда знаю Ты у нее спросил А я и спросил Она сказала Ты посоветовал Я? Что ты? Ау А да Я Она это болеет просто Понимаешь Ну это Она того Чуть к дубу не перебралась Что-что-что-что В смысле Она чуть дуба не дала Простыла В общем Я ей посоветовал Сто грамм При простуде Самое лучшее Понимаешь? То есть ты посовет Да Здравствуйте Андрей Андреевич Очень хорошо Здравствуйте Есть новости? Полно Полно Симпатичная картинка Во-первых Я поговорил с Антоном Игусевым Оба врут Утверждают Что у Савельевой Не было никакой ссадины Но не на того напали Да В общем так У меня есть план Мы используем Эту историю С вашей зачеткой Да Я поговорил С преподавателями И один из них Вспомнил Что В тот день Когда пропала зачетка Он увидел Как Антон Отозвал Гусева Для серьезного разговора В аудиторию Я Узнал номер комнаты 246 Симпатичная картинка Ну и что дальше? Дальше мне понадобится Ваша помощь У вас на курсе Кто-нибудь разбирается В компьютерах? О Антон А я вас искал Нам надо поговорить Я не понимаю О чем нам с вами Можно разговаривать? Ну например О статье 307 У КРФ До двух лет Исправительных работ Что? Зайдем Так что там насчет Исправительных работ В принципе ничего страшного Даже романтично Свежий воздух Лес И никого вокруг Только вы И бензопила Так хватит Что такое статья 307? Ответственность Задачу ложных Свидетельских показаний У вас есть доказательства Что я лгу? Нет Но я счел Своей обязанностью Предупредить вас Ваши показания По поводу Ссадины Стоп! Если у вас нет доказательств Какого черта Вы мне мозги пудрите Показания Насчет ссадины Я вам могу показать Как ее ставят На вашем примере Место идеальное Свидетелей никого Штык! Какого черта Ты тут делаешь? Ты что опять вешать Тут собрался Придурок? Я не вешать Я наоборот Снимать собрался Чего снимать? Мы тут с ребятами Рэп-камеру установили Писали в реальном времени Картинку, звук Камеру? Угу Очень интересно Она сейчас работает? Ну да А зачем вы ее сюда повесили? Да шутки ради Тут же экзамены шли Ну и все такое Ну вот мы завтра посмотрим Материальчик отснятый за неделю Смонтируем там Чтоб получилось И фильмец выложим На институтском сайте Подождите Подождите Вы хотите сказать Что Вот уже неделю ведете Несанкционированные съемки В этой аудитории? Кошмар Беззаконие Слушай А вы же не только Экзамены записывали Да? Да нет Все подряд А что памяти На сервере очень много Ага Очень-очень интересно А где все это можно посмотреть? А без проблем Но только С терминала сервера Вот В этой папке Все Файлы 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 Так. Попался, который кусался. Что это значит? Это значит, что вы попались, Антон Олегович. Да-да-да. Можно сказать, с поличным. Я вас не понимаю. А я сейчас объясню. Итак, гражданин Сидых, вы, чтобы опозорить в лице товарищей студента Королёва, выкрали у него зачётку и передали её педагогу Гусеву, для того, чтобы тот проставил в ней оценку. Причём передали вы её не где-нибудь, а именно в аудитории 246. Вот поэтому вы очень сильно испугались, когда узнали, что в этой аудитории установлена видеокамера. И поэтому проникли сюда под прикрытием темноты, чтобы уничтожить файл с видеозаписью этого постыдного факта. Ибо не дремлющее око правосудия никогда, оно не дремлет, оно не позволит. Оно постынь, постынь. Правосудие, говорите? Да. Очень интересно. Ну да, я украл зачётку. Нехороший поступок. Но какой правосудие? Вы-то чем лучше? Вы установили камеру, заманили меня в аудиторию. В камеру? А? Какую камеру? Не было в аудитории никакой камеры. Никакой. Мы же пошутили. Ну, значит, получается, что и доказательств у вас нет, да? Тогда спокойной ночи, пинкертоны. Бай-бай. Готово. Что готово? Диск, на котором запечатлена вся эта, так сказать, подспудная история. Да, тогда камера действительно не работала. Зато сейчас улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Плевать, это не имеет никакой юридической силы. Ну, для суда, может быть, и не имеет. А вот для Вероники, жаль, она уже, наверное, сшила своё свадебное платье. Оно и пригодится. А вот твой костюмчик, пожалуйста, ждёт. Заткли. Это шантаж. Конечно. Метод не самый приемлемый для адвоката. Но этот шантаж из благородных побуждений заставит вас, Антон Олегович, сказать правду о той ночи. Ну, так было изнасилование или нет? Было. Что значит не было? Ты соображаешь, что ты говоришь? Учёный совет через неделю. Если мы скинем Весновского, то деканом факультета буду я. Я тогда тебя не забуду, понимаешь? Короче так, следователю скажешь, как договорились. Да если я скажу так, то адвокат покажет Веронике запись, где я про эту зачётку чёртову рассказываю. Если ты скажешь по-другому, то я тогда расскажу Веронике про эту чёртову зачётку. Как видишь, у тебя богатый выбор. Ну, это ж подлость. На благородство, Антон, далеко не уедешь. Смотря на чьё. Это я про своего благородного соперника. Эти идиоты перехитрили сами себя. Вот такая коллизия. Если ты покажешь запись Веронике, она, конечно, никогда не выйдет замуж за Антона. Но в этом случае ему уже ничто не помешает дать ложные свидетельские показания против Артемьева. Если не покажешь запись, Антон, конечно, у нас на крючке. Ты спасёшь Артемьева, но потеряешь Нику. Понимаешь, Евгений, в этой ситуации должен решать ты и выбирать. Так что думай. До свидания. Что случилось? Ты толком так ничего по телефону не сказал? Не сказал. Потому что это не телефонный разговор. Ник, я тебе должен кое-что рассказать. Это касается Артемьева. Артемьева? Да. И будет лучше, если услышишь это от меня. Если отец Фёдор придёт, папа мой, скажи ему, что я в библиотеке, хорошо? Отстань! Не до тебя. И потом, я никогда не врал священнослужителям. А кто тебя врать-то заставляет? Я действительно в библиотеку иду. Там просто новая библиотекарь, что у неё эти самые целые собрания сочинений, в общем. А что? Слушай, ты о чём-то другом можешь думать, нет? Вот это что такое? А? А вот это что? Макс, ты же болен. Ты же просто больной. Это я тебе серьёзно говорю. Вот это что такое? Это ты больной. Это тетрадь. Я в ней лекции пишу. Да. А это кто? Лектор, да? Смотри, смотри, тебе же нравится. Слушай, ну не надо так. Это же срам. Здрасте. Здравствуй, пап. Приятная неожиданность. Я думал, ты вечером зайдёшь перед отъездом. Не знаю, успею ли. Вот решил заглянуть пораньше, дать последние напутствия. Ну что ж, я внимательно слушаю. А при чём тут ты? За тебя я спокоен. А вот сосед твой внушает опасения. Разгульную жизнь ведёт. Я ему сам об этом всегда говорю. Но ведь он ни о чём другом просто думает не может. Он же… Постой. Иди, сынок, погуляй. Я в комнате, где Артемьев и Татьяна… Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему в ту ночь я был так зол. Да. И почему так долго молчал. Но больше я молчать не могу. От этого зависит судьба человека, Артемьева. Словом, завтра я пойду к следователю и расскажу ему, что никакого изнасилования не было. Пускай они до мной смеются, пускай ты перестанешь меня уважать, но… Да что, Антон, я тебя ещё больше уважаю. Ты поступишь очень благородно и плевать, что будут говорить другие. А главное, я тебе хочу кое-что показать. Папа купил нам путёвки на Гуал. Свадебное путешествие. Класс. А у меня для тебя тоже кое-что есть. Да, покажи. Закрой глаза. Всё? Нет. Но уже можно? Открывай. Конечно, вокруг столько соблазнов, но все они приходящие. Блеснут, как звёздочка, падающая с неба, и погаснут. А останется лишь только то, что сердцу близко. То истинное, то вечное. Понимаешь? Это вы о чём? О выборе. Делая его, ты должен думать не о себе, а о той единственной. О том, кто тебе дорог. Да, но если я буду думать о том, кто дорог, я потеряю ту единственную. А ты-то о чём? О выборе. Не могу сказать, что я тебя понимаю, но я чувствую, что ты сомневаешься, а значит, уже на верном пути. Иди навстречу своему выбору. Да, идти навстречу, идти. Я буду идти, буду. Спасибо, отец Фёдор, спасибо. И храни тебя Господь. И помни, если хочешь быть счастливым, будь им. Библия. Козьма Прутков. Ты всё никак не угомонишься? Вероника, мне нужно тебе кое-что сказать. О чём? Мне Антон уже всё сказал. Всё? Ну чего ты лезешь в нашу жизнь? Ты видишь, нам не до тебя. Вероника, оно тебе очень идёт. Жень, что ты хотел сказать? Ничего. Ничего. Жень! Я ничего не понимаю. Я тоже. Предлагаю выпить за то, чтобы всё хорошо. Предлагаю конкретизировать за то, что мы спасли от семьи. Предлагаю выпить за то, что уехал мой любимый папа. Да. А за меня? Конечно, конечно, и за нашу любимую Лейлочку. Кстати, я говорил, что Лейла превосходно танцует. Короче, за всё самое-самое отличное, за всё самое хорошее. Жень, что ты не пьёшь? Почему тебя не нали-то? Отстань. Так, подожди. Ну-ка, 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 берей, берей, берей! Ты знаешь, что лязь от великий грех сын мой. Давай-ка разве что-то парния? Жень, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Здравствуй, папа! А как хорошо, что ты приехал, папа. Ты видишь, что происходит здесь? Кстати, познакомься, это же Вова. Вы знакомы уже, да? А вот эта Лайла невеста, невеста же Вовы. Правда, Вов? Ну правда же, Вова. Правда. Так. Давай-ка выйдем. Вот что я хочу сказать тебе, сын. С детства я воспитывал тебя в строгости и благочестии. Конечно, папа. Не перебивай. Я воспитывал тебя в строгости, возможно, поэтому у тебя сейчас такие проблемы. Проблемы? Конечно. У всех твоих друзей есть девушки, и не по одной, а у тебя. Нету. Я чувствую свою вину, и поэтому хочу познакомить тебя с одной очень доброй и разумной девушкой. Меня с девушкой? Именно. Вот она. Татьяна. Татьяна. Здравствуйте. Татьяна. 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 Субтитры подогнал «Симон»